Последний российский император. Парижская река. Там много, наверное, рек. Парижская река? Женевьева? Нет. С? Двоеточие. Н.А. Вставляй букву какую-нибудь туда. Сона. Страшно. Всем здорова, меня зовут Джека, и это канал Негодяй ТВ. Сейчас будут школьные вопросы, вопросы за бабосы, где я буду платить денежки людям за то, что они ответят правильно на 5 очень, на мой вкус, простых, совершенно несложных вопросов. За каждые 5 ответов я буду платить 500 рублей. Почему пятихатка? Потому что за 5 вопросов 500 рублей. Ну, извини, брат, вот сколько есть сегодня бабок, столько. Обычно тысячу даю. Да, вообще. Что-то с бабосами борода, короче. Так, 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 так. Вот сюда вот немножко, вот сюда вот. Так, так. Ништяк. Как тебя зовут? Андрей. Это Андрей. 1, 2, 3, 4. Первый вопрос. Общественный строй, когда правят мужчины? Ну, мне кажется, что не должно быть такого четкого распределения между мужчинами и женщиной. Мне кажется, должны быть все равноправны. То, что когда правят одни мужчины, это... Ну, это будет полное вообще никак не равновесие. И поэтому правильный ответ звучит? Мужчины и женщины равноправны. Мужчины и женщины равноправны. Но иногда в некоторых странах все-таки правят мужчины. Ну, так и как... И это называется как? С давних времен. А ведь есть страны, где женщины за... С ключемиксами, понимаешь? И это страна, где царит... Что? Слово такое есть. Диктатура. Там, где женщины, там... Диктатура, конечно, блин. Ну, диктатура, это плохо, это... Есть фильм даже такой, Диктатор. Где он все полностью унисажал. Всех на смерть отправлял. За любое непослушание. Ну, это очень смешной фильм. Ну, это очень смешной фильм, но это очень неправильный фильм. Сделай-ка мне немного салата из Киновы. И положи сверху клюквочки побольше. Шевели. Стоп-топ. Перестань. Заткнись, лузер. Так не надо. Надо, чтобы в каждой стране мужчины и женщины были равноправны. Базаришь. Ну, давай еще раз. А где у нас правит женщина страной? Великобритании. Это у нас что там за строй? Тоталитаризм, нет? Это королева. Матриархат. А, матриархат. А там, где за рулем мужичок, это? Диктатор. Нет, наверное. Так как я плачу 500 рублей, я тебе буду глобально подсказывать. Есть матриархат, а есть две первые буквы другие. Даже первая буква другая. Патриархат. Патриархат. Это, я считаю, что гениально. Поехали дальше. Какое растение, согласно поверьям, отпугивает кого? Вампиров. Чеснок. Чеснок и осиновый кол. Я вижу, ты сечешь в этом. Откуда такие познания? Ну, смотрел много фильмов про вампиров. Люблю фильмы про вампиров. И сагу любишь, да? Нет, это как раз сагу мне не нравится. Потому что это фильм какой? Бабич. Бабичий, бабичий. Мешочек бильярдного стола. Носок. Потому что я не знаю, как он называется. Сетка? Ну, вот это сеточка, да? Куда ты вот берешь такой сваячок, закручиваешь такой красивенький. И он попадает прямо куда? Лунка. Почти. Лу? Аккуратнее, братишка. Ну? Что? Я не отбираю как? Сейчас ты у меня отберешь камеру. Ну? Не знаю. Так, не хулигай. Слушай, у нас тут все четко настроено. Я ебанутся. Ебанутся. Смотри мне. Так. Ну? Лу? 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 Опа. Залуб. З. Луско. Это самое. Ты хочешь поучаствовать в движухе? Ты следующий. Хорошо, сейчас не мешай. Лунка? Нет. З. Лузко. Лузко? Нет. Ну давай, луз. Последняя буква. А, луза? Да, луза. 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 Ты молодец все равно. Кто автор и исполнитель песни? Вась Бастон. Опенев от наслаждения. Нет, мы не знаем. Старый на-на-на-на-на-на-на-своюю... Не знаешь? На-на-ветрами... Отменив он... Не знаешь? На-на-на-на-на-на-на. Не знаешь? Лысый. С усиками. На гитаре вообще. Розенбаум. А ты не знаешь Розенбаума? Ну... Ай, забыл спросить, сколько тебе лет? Мне 18 лет. А, ты 18 лет. Андрюк, спасибо тебе большое. Мне за что. За то, что ты поучаствовал. Ну давай, пока. Ты тоже хочешь поучаствовать, брат? Ну давай. Как тебя зовут? Меня зовут Макс. Его зовут Макс. Первый вопрос. Как мы называем воду, доведенную до температурной крайности? Кипяток. Смотри, братиш. Все верно. Но прям когда крайность, когда кипяток превращается уже... В пар. В пар. Давай, в пар. Это называется пар. Сборник географических карт. Атлас. Ты гений. Ты гений. Последний российский император. Николай Треть. А, отставить. Петр... Отставить, отставить. Военный человек. Да, армию только что-то служил. Серьезно? Да. Так. Год сейчас, да? Или два? Год. Год, да. Нормально. Где служил? Связь под Питером. В каких войсках? Связистки. Я так и думал. Так, последний российский. Последний российский император. Какая судьба-то у него? Ну да, Николай Третья. Херовая. Так точно. Сегодня откинулся ты, не? Не, я неделю назад. Неделю назад. Нет, нет, нет. Последний российский император Николай Третья. А что с ним случилось-то? Как помер? Был расстрелян. При свержении власти. Лениным. Но это не Николай Третий. Это другой Николай. Ну, а как? Сегодня же династия Романовых была. Империя. Правильно. Но Николай не Третий. Ну давай, брат. Ну, какие еще бывают, Николай, если не Третий? Ну, не Седьмой же. Второй. Умывальников начальник и мочалок. Мочалок. Командир. Были ли у вас в армии мочалки? Нет. Не было. А какой ответ правильный? Как там еще раз? Умывальников начальник и мочалок командир. Страшно. Мочалки. Это какие мочалки? Ну, как? Ну, мы с которыми. Не те, которых у вас в армии не было. Ну. И как год без мочалок? Тяжело. Тяжело. Ну, кто это? Это стихотворение. У маленьких мочалок и мочалок командир. Что это? Кто он такой? Чувак такой, который всех надраивал-то. Майдадер. Как еще раз? Майдадер. А ты очень прикольно говоришь слово Майдадер. Итак, последний вопрос, брат. И пятихаточка. Так унылый. Пятихаточками самому. Даже не по себе. Как переводится слово интернациональный? Интернациональный переводится? Да. Так, хорошо, вопрос. Интер, интер, интер. Так. Интер-девочка смотрел? Нет. Кто она была? Она была еще та мочалка. Потаскушка. И она была интер-девочка. Потому что спала еще с кем? С девушкой? Нет, не только с девочками. Ну ладно. Что-то я... Неважно. Интернациональный. Давай порассуждаем. Можешь просто говорить какие-то слова, а я буду так тебе оп-стоп угадал. Ну, национальный. Что-то связано, значит, с национальностями должно быть. Ну, да, да. Ну, какие-то связи между одной национальностью. Между – это уже, понимаешь, это уже хорошо. Ну. Так. Между нации, я не знаю. Ну, национальность. Не нация, нация – это немного другое. Аэропорт. Какой аэропорт? Национальный. Или народный. Можешь подержать, пожалуйста? Видишь, все по-сатылечкам, по-сатулечкам. Держи, братан, пятихаточка. Ну, ты уж это сам меня обессозь. Ну, спасибо. Давай, все. Ну, счастливо. Давай, тебе тоже. Ну, иди сюда. Здорово. Здорово. Николай. А ты вот что так хулиганишь? Иди сюда. Я подбежал вот так вот, что-то стал дергать здесь вот. Ну, хамеру хочу снимать тебя. Даже подписчик на... Какой? Ваш. Наш? Мой? Не. Наш. Ваш. 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 Подписчик на... Какой? Ваш. Наш. Мой? Не. Наш. Ваш. 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 Как зовут тебя? Николай. Сколько тебе годиков, Николя? 23. А ты не очень хорошо сохранился. Пьешь? Воду из-под крана, да. Алкоголь? Редко. Наркотики какие-нибудь употребляешь? Никак нет. Хорошо. Ты молодец? Спасибо. Поехали. Первый вопрос, как говорится, всегда легкий. Специалист, изучающий собак. Специалист? Какие разы? Специалист, изучающий собак. Ветеринар. Ну, как сказать, ветеринар их лечит, а вот этот чувак, он ими занимается прям конкретно. Обучает всему там. Я не знаю, какие они называются. Я честное слово... В кино ходишь? В кино нет. Не ходишь, да? А к логопеду? Зачем мне логопед? А если бы ты ходил бы и в кино, и в логопед, то получилось бы это слово. Кинологопед. Кинологопед. Кинологопед, да? Как все грустно. Нет, не кинологопед. Ну, почти. Там есть и кино, и логопед. Кино? Пет. Кинопед. Кинопед. Чек, который обучает собак, его зовут Кинопед. Кинопед. Нет, давай другую приставку. Ну, давай, давай, подсказываю. Сегодня из-за того, что я пятихатки всем раздаю, буду давать глобальные подсказки. Кино. Кинологопед. Кинолога. Или... Кинолога? Кинолог. 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 Хорошо. Бля, есть такое слово. Допустим, что ты угадал. Ехали. Парижская река. Парижская река? Женевьева, нет. Хуя себе. Четыре буквы. Угадаю с двух. Первая буква – С. Третья буква – Н. Четвертая буква – А. А. Чего кривляюсь. А. И получается слово. С. Н. А. Не знаю. С. Двоеточие. Н. А. Вставляй букву какую-нибудь туда. Сона. Сона? Да. Или Роксана все-таки. Нет, не сона. Дальше давай. Сена. Сена? Да. С ума что ли сходишь? Нет. Все верно. Сена, да? Сена, да. Тяжелый вопрос. Как переводится слово Библия? Библия. С греческого. О, тут я попал уже прям по самые гланды. По самые гланды, да. По самые гланды, бля. По самые небалуйки. Не, ну я ж… Ты читаешь? Читаю. А что обычно читают? Рэп. А если вот взять в библиотеке и как называется это? А, библиотека. Ну, в библиотеку пришел и ты говоришь, а можно ко мне вот почитать это и это? Как это называется? Что ты берешь? Книгу. И получается, что Библия с греческого перевод? Книга. Книги. Книги. А ты очень умный парень. Да, да, да. Да, мне очень нравится. Четвертый вопрос. Орликина, орликина, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кто поет? Орликина? Это… Алла Пугачева, нет? И вот ты доходишь до пятого вопроса, Николай. Как по-научному называется зародыш животных и человека? Зародыш? Да. Детина. Как она… Детина. Блин. Блин. Как называется в народе? Не в народе. Как по-научному называют вот этот внутри, который находится у животных и у человека? Зародыш? Я тебя вытягивал почти всю дорогу, поэтому здесь я особо подсказывать не буду уж. Прости, братан. Прощаю. Я тут сам когда… Спасибо, диалоги, вспомню. Биологию. Сперматозоид? Нет. Блядь. Шестой класс, где эта хуетушка нахуй? Кто это? Ну, дети, как получается, цветы жизни, это… если я правильно не ошибаюсь, то получается… бля… пиздец. Ну, чё, завяжем узелок… пуповину, как говорится… Ну, по-научному. В церкви матери, короче, зародуюсь… и животных тоже. Ну, вопрос нелегкий, братан, нелегкий, да. Да, да, да. Я бы тебе подсказал бы с удовольствием, если бы вот до этого так бы мы с тобой вот эту стену бы не угадывали. Потому что совсем беспредел будет. Да. Не, ну я тогда пас. Пас, да? Эмбрион. Знал, да, это слово? Знал. Знал, молчал, а? Блядь, эмбрион, да. Передай привет хоть кому-нибудь. Блядь, мама, папа, сестре… Ты сейчас не выпивший? Нет. Нет? Да я просто тоже вахуй, блядь. Я вас смотрел нахуй, блядь. Как бы тут бабки собирали до полчаса. А ты откуда приехал? Я с Молдовы приехал. На вас подписан. Ну все, спасибо, Синикаля, спасибо. Рад был пообщаться, познакомиться. Осталось мне еще двух человек, как говорится, окучить и… Кобель Вася, как говорил мой дедушка. Да, а 500 рублей он не дает, сука, блядь. Ты смотри, блядь. Вот так. Парижская река. 500 рублей, блин, ему надо. Как зовут? Богдан. Богдан? Богдан, да. Богдан. Дорогие друзья, очень вам огромное спасибо за эту поддержку. Я читал ваши комменты, я видел, сколько лайкосов вы налупили на том видосе, который я снял до этого. От души спасибо, что ждали меня в Ютубе. Вот я, как говорится, вернулся. Целый год ничего не снимал, и канал просел, поэтому сейчас мало просмотров. Но я думаю, что 4-5 видосов на эту тему, и канал снова заработает в полную мощь, как до этого он и работал. Что хотел вот это сказать-то, так неохота это говорить, но в описании там я закинул некоторые реквизиты, чисто для поддержки канала, чтобы я смог на следующей неделе снять видос. Потому что врубаюсь, что вот ловешки на то, чтобы снимать следующий выпуск, у меня вот сейчас как бы нема. Пятерочка всегда должна быть в кармане для того, чтобы платить все эти бабки тем участникам, которые этого заслужили. Кому заходит формат, кто сколько там может в поддержку того, чтобы эти видосы я снимал, и причем с превеликим удовольствием. Богдан! Средство для передвижения у бабы-яги? Метла. Все верно, а еще хрень есть такая? Ну, ступо даже так. Дальше едем. Какой город России было решено считать родиной деда Мороза? Великий Устюг. Ты очень умный парень, Богдан. А мы звук-то записываем? Аллилуйя. Назови самую знаменитую картину Казимира Малевича. А, подсказочка, да? Черный квадрат. А ты очень умный парень. Ты такой же умный парень? Серьезно? Человек, коллекционирующий монеты. Сейчас, секундочку. Сколько у меня времени на ответ? 40 минут. Коллекционирующий монеты, да? О, я знаю, я знаю, блядь. Погоди. На М, по-моему, да. Давай-то ни на М, ни на П, ни на Жо. Ладно. Наверное, монетчик. Не знаю. Ладно, такая подсказочка. Последние три буквы, это когда ты в шахматы играешь, и там побеждаешь. Так вот. Последние три буквы? Да. Ну, я знаю после интрибука, да, в шахматах, когда побеждаешь. Мат. Но что-то мне в голове не приятно. Ой, что ты меня так пошатнула, прикинь? Думал, сейчас блевану. Блин. Я не могу сказать. Я не помню, как коллекционер называется. Нумизмат. 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 Вот с языка с ним. Назови своего кореша. Вов. Плов? Да, плов. Ты обманываешь? Вов. 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 Да. Вова, сколько тебе лет? 25. Вова. Вопрос первый, легкий. Кто это? Горбачев. Как скучно, Вова, как с тобой скучно. Самый прославленный стрелок из лука? Рубин Гуд. Первый российский император? Петр Первый. Стихотворение, прославляющее кого-то или что-то. Просто говори, вдруг поткнешь куда надо. Слово о полку Игоря помню. Ну, и это что? Вот прям зашел в ту, в эту, куда надо. Ну, а о вещем Олеге-то что было? Прям это... А ты о полку Игоря сказал, да? Да. А я, видишь, тебе уже так подсказал, пипец. О вещем Олеге. Вещевание или что-то такое? Нет. Как-то вылетел из головы. Вылетел, вылетел. Сам подумать. Весть. Три буквы. Ода. Кто? Ода. Родили мы, наконец, и с тобой. Ну все, последний вопрос. Последний вопрос? Австралию. Никаких нахрен подсказок. В Камбодже? В Вилариба? Не, не Камбодже. Австралия. А я уже пятерых, да, просил? Раз. Тот чувак, три. А, да, пятерых. Прикинь, как быстро. Прикольно вообще. Ну давай. Смотришь видосы, когда я долго отвечаю, думаешь, блин, на... Я еще, прикинь, это вырезаю. То есть там порой так думают. Вот думаешь, тебя я всего вставлю? Нет, придется вырезать. Понятно. Темпоритм-то падает. Хотя, может, я оставлю. Да. На Капа, по-моему, да, столица. Наверное. В Сталии. Сидней. Ну все, сдаешься, да? Сейчас подумаешь. Давай, говори последнюю страну, и все. Страну? Столицу? Ну, да, последнюю столицу. Чувствуешь, как холодный ветер допадал? Не очень приятно. Пока ты думаешь, посмотрю, как мы с тобой выглядим. Вообще, че тебе? Вот так вот, брата. Ну давай, брата. Не знаю, нет ответа. Канбера. А, Канбера, точно. Или Канбера. Канбера. Или Канбера. Канбера. Всегда после выпуска каждого видоса, через 4-5-6 дней, я делаю прямые эфиры, либо в своем инстаграме, либо в инстаграме, вот в этом. Это мой маленький стартап, поэтому этот инстаграм тоже мне хочется немножечко раскочегарить, поэтому иногда прямые эфиры будут и здесь. В этих прямых эфирах я буду задавать вопросы и также за них платить бабосы. Все очень прикольно, модно и молодежно. Все душевно в душу всем. Лайки, лайки, комменты. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok